Всем привет! Это Ваша Шоу Плюс и я Василиса. Сегодня в программе. Свежак. Все о новых релизах недели. Тикток Ньюс. Новости из жизни блогеров. И прямо сейчас факты, откровения, слухи шоу-бизнеса в рубрике «За кулисье» с Владиславом Базановым. С вами Владислав. Ближайшие пять минут. Факты, откровения, слухи, шоу-бизнеса. 7 июня в Минске состоялось уникальное событие. Прошел товарищеский матч «Беларусь-Россия». Организатором мероприятия выступил Российский футбольный союз при поддержке русской медиагруппы и правительства Республики Беларусь. Зрители увидели невероятное шоу. Настоящим сюрпризом стало выступление заслуженных артистов России и Беларуси Димы Билана и Руслана Олехно, которые исполнили гимны двух стран. Дима Билан поделился эмоциями после своего выступления. Я помню времена, когда оперное искусство соревновалось с эстрадным искусством. И сейчас произошла тоже синергия. Вообще синергия плоскостей – это вообще всегда очень важно. Это всегда интересно, и высекаются новые искры. Это всегда объединяет максимально. И подчеркиваю, я там, где происходит объединение. Похудевшая на 30 килограмм Бианка показала фигуру через два месяца после пластики. Чтобы избавиться от обвившей после резкого похудания кожи, Бианка обратилась к услугам пластического хирурга Сеймура Алиева. После скульптурирования у певицы появился лельеф и пропал грустный пупок. Виктория Бонни купила роскошную виллу на Бали. Модель определенно закрывает какой-то гешталь. Сначала шоппинг в бутике Шанель на полмиллиона рублей, теперь вилла. Видимо, шутки про маленькую комнату для прислуги ее настолько замучили, что она решила обзавестись собственностью. Стоимость виллы пока не раскрывается, однако Боня надеется отбить эту сумму в ближайшие годы, сдавая жилье в аренду. Катя Гордон заявила, что чекалины разделили имущество в досудебном порядке. Скандальных разборок не будет. Также юрист опровергла слухи о том, что развод супругов фейковый. Привет, это ваши любимцы, и я хочу вам сказать, что они для вас должны быть примером, потому что они развелись досудебно. Оставьте все сплетни и дурацкие домыслы. Агата Муцинец и познакомила детей со своим возлюбленным Иваном Чуйковым. Парочка интригует аудиторию уже второй месяц, но официального заявления по-прежнему не было. Егор Крид заплатил 100 миллионов рублей за постройку сцены для сольного концерта в Москве. Первоначально команда планировала затраты на 30-35 миллионов рублей, но цены сильно выросли, и Криду пришлось заплатить еще. Крид за месяц до своего сольника в Москве распродал все 40 тысяч билетов. Дженнифер Лопес отменила тур в поддержку нового альбома. Команда сказала, что Дженнифер берет паузу, чтобы побыть с семьей и друзьями. Возможно, на решение повлияли слухи о непростых отношениях с Беном Афликом и их расставании. Ранее была информация, что билеты очень плохо продаются. Неизвестно, это стало причиной или нет. Леди Гага появилась с округлившимся животом на свадьбе сестры. Артистку сразу же заподозрили в беременности, а ее возлюбленного Майка Поланский уже успели окрестить отцом. Все это оказалось лишь ночной порцией пельменей. Заранее выражаем 100% понимания и 0% осуждения. Леди Гага опровергла слухи о своей беременности. Ольга Бузова промахнулась снарядом для выступления в День защиты детей. Звезда приехала в Уфу и вышла на сцену с замотанной в кожу. Некоторым это показалось чересчур. Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров уточнил в соцсетях, точно ли Бузова в адеквате, раз решила выйти к детям в таком. Мнения разделились. Сами дети пока не жаловались. Прохор Шаляпин и Анна Калашникова катаются на яхте в Крыму. Спонсор нашего путешествия, ваша старость. Шутит или нет Шаляпин. Надо же, как прокачались возможности активного долголетия. Нюша заявила, что понятия «измена» не существует. По мнению артистки, если тебе изменили, не надо строить из себя жертву. Задумайся, что в тебе не так и измени это. Согласны или кримш? Нюша призналась, что прежде чем окончательно разойтись, она с супругом пробовала различные форматы отношений, включая и свободные. Правда, по словам Нюши, им это не помогло. К тому же, судя по всему, Нюша решила избавиться не только от мужа, но и от бровей, из-за чего стала напоминать инстасамку. Певица Тейлор Момсен, та самая Дженни Хамфри из «Сплетницы», прямо на сцене укусила летучая мышь. Она вцепилась ей в ногу, что девушка не сразу заметила. Случилось это после исполнения трека «Ведьм ждет костер». Может, это знак? 14-летняя россиянка стала юной супермоделью мира 2024. Софья Швыгова из Южно-Сахалинска учится в восьмом классе. Финал конкурса красоты проходил в столице Индии. Соревнование красавиц включало традиционное дефиле в национальных костюмах, вечерних платьях и демонстрацию талантов. Мы, честно, не хотели, но Оксана Самойлова и Ксения Бородина не оставили нам выбора. Битву доярок пропускать непростительно. С новостями за кулисье на сегодня все. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. С вами по-прежнему Владислав и это Свежак. Помчали! Опубликован концертный ролик, снятый 29 мая на выступлении ACDC в испанском городе Сивили. В нем новый состав группы с барабанщиком Мэттом Донгом и басистом Крисом Чейни играет песню «If you wanna blood, you got it». На испанском шоу ACDC собралось 60 тысяч зрителей. Все места на Олимпийском стадионе Сивили были раскуплены. Экс-басист британского хэви-метал коллектива Black Sabbath Гизер Батлер заявил, что вокалист классического состава Оззи Осборн согласился выступить с группой в последний раз. В разговоре с Сисоро Эксельм Батлер признался, что Оззи хотел бы устроить шоу на стадионе Астон Вилла в родном для Black Sabbath Бирмингеме. Сам он также поддержал эту идею. Насчет других участников команды артист пока не уверен. Гизер выразил надежду, что и барабанщик Билл Уорд присоединится к музыкантам хотя бы в студии. Коллаба, которую точно никто не ждал. Филипп Киркоров сменил прическу, обновил профили в соцсетях и записал фит с Олегом Майами. 31 мая состоялась премьера совместной песни Филиппа Киркорова с Олегом Майами «Стирай». В песне речь идет о неких тяжелых воспоминаниях, которые хочется поскорее стереть. В общем, какая будет судьба у песни, покажет время. Самое главное, что нам нравится, то, что мы сделали. И надеемся, что все оценят люди. А они по-любому оценят. То есть песня не останется незамеченной. Говорить, что это супер-хит мы не будем? Мы не будем. Но в первую очередь все делается для тех, кто любит музыку, любит творчество Олега, любит мое творчество. «Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай, забирай, но прошу тебя, не возвращайся больше назад». Сивиль Артик и Асти поделилась, что совместный сингл с Нейкрин был написан Дмитрием Лорном и Артиком. Композиция получила название «Nobody Like You». Клип на трек уже в сети. Пэрис Хилтон анонсировала дату выхода второго студийного альбома «Infinite Icon». Премьера лонгплея состоится 6 сентября. Никто не ожидал такого шага, но она это сделала. Тейлор Свифт выпустила еще два новых издания «The Tortured Poets Department». Новые альбомы включают в себя акустические версии «Guilty As Seen» и «Down Bad». Таким образом, Тейлор Свифт уже выпустила восемь отдельных диджитал-альбомов «The Tortured Poets Department» и по одной акустической песне в каждой. Светлана Бондарчук не сдержалась и тоже запела. Звезда выпустила трек под псевдонимом «Бриджит». Композиция называется «Быть с тобой». Бриджит рассказала, что песня родилась за один день. На ее создание вдохновил супруг. Текст Бриджит писала сама. Состоялась премьера камбэк-сингла Эминема «Houdini». Композиция войдет в новый альбом музыканта «The Death of a Slim Shady». Точная дата релиза пока что остается в секрете. Все, что и Саша Айс и Софа Купер впервые за два года готовятся к премьере нового трека под названием «Ау». Смотрим максимально сладкий и гламурный клип от Инстасам кинотрек «Мой мармеладный». Супер премьера видеоклипа на кавер вселенского хита межгалактической певицы Кати Лель. В ироничном ролике артистка устраивает побег из тюрьмы своему мужу, которого играет комично загомированный реальный супруг девушки, продюсер Олег Манекин. За это он дарит ей брендовую сумку, а затем Инстасамка вызволяет его из другой беды и вновь получает дорогой подарок. Всем привет, я Инстасамка и это эксклюзивный бэкстейдж со съемок клипа «Мой мармеладный». Опять купила себе бизнес Москва, Дубай, я еду тратить кучу бабок, милый, не скучай. Опять мне кажется, что кружится моя голова, да я потратила кучу бабла. Я заплатила всем кассирам за два и слова, ты как душнила, смотришь только на свадьбу и счета. Опять мне кажется, что кружится моя голова, да я не права. Сабрина Карпентер анонсировала новый альбом «Short & Sweet». Премьера запланирована на 23 августа. Состоялась премьера шестого студийного альбома певицы Лены «Loyal to Myself». Таркан анонсировал новый студийный альбом «Quantum 51». Турецкий музыкант представил обложку предстоящего 11-го студийного альбома и сообщил, что релиз состоится 14 июня. Предыдущий студийный альбом певца «10» вышел в 2017 году. «Зом» делится сниппетом на новый трек «Где болит», песни об отношениях, из которых нужно было бы выйти намного раньше. Марс Деймос и Артем Качер дропнули сниппет совместной песни «Пикассо» — стильный аренби-трек, который заставляет тело двигаться в жарком танце до самого утра. Эмин и Элай дропнули сниппет совместной песни «Однажды». Композиция про осознание того, что любовь может быть обманчива. «Однажды ты всё поймёшь, что между нами только ложь, и как безбожно мы клялись, что это любовь на всю жизнь. Рита Ора выпустила клип на песню «Ask and You Shall Receive» В роли одного из работников прачечной небезызвестный режиссер Тайка Вайтити, муж Риты Оры Режиссером выступил Дана Чейни, клипмейкер, работавший с Skyliminal, XIA, Chain Monkeys и другими исполнителями Музыка, которую вы могли пропустить, а не стоила бы Эти релизы, может, и не всегда чартовые, часто новые имена, но именно в этом-то и весь сок Певец Шир дропнул трогательный гимн «Давай отпустим» О расставании, принятии себя и поиске нового пути Душевная история о любви, потере и надежде Сгораю внутри, остался лишь пепел от фото, что были одними Я в памяти оставлю только имя Давай отпустим все, что было между нами Разные, как штили, как зума Гимн поколения выросшего под звуки старых записей на магнитофонах Джаз Дуарен дропнул новый трек «Песни на кассете» Мы слушали «Мираж» и «Ласковые май» Все танцевали под «Лондон-Глубай» Мы слушали гимно «Виктора Цоя» Все подпевали звездой, но стать ее не стой Всем привет! Меня зовут Сергия Слушайте и смотрите мой релиз на трек «Любовь по проводам» На всех цифровых площадках Этот город отопит устал Обнимает лишь простой вокзал Больше я не верю в чудеса Только он бьет, любовь бьет, о-о-о Снова от тебя на шаг назад Я ушла, ну что же ты не рад Ты мне говорил, смотря глаза, все придет Любовь по проводам до сердца не дойдет С тобой не пора, и между нами лет И с ночи до утра теряю я контроль Это моя боль, ты, ты моя боль Традиционная подборка русских новинок за эту неделю На неделе состоялись премьеры Маруф выпустила трек «Карлос Эсбамбера» Мальбек и Тося Чайкина «Не любишь» Акмаль — трек «Раневская» Марианна «Пустота» Анна Седокова снова кого-то ищет в треке «Я искала тебя» Баста Мона дропнули сингл «Худи» Артика Асти Рик Рин выпустили трек «Нободи лайк ю» Люся Чеботина накатила забывшего Джонни выпустил мини-альбом «Эпик» Олег Майами и Филипп Киркоров Что-то пытаются стереть в дуэтном треке «Стирай» Юля Паршута дропнул песню «Кришна» А Валерия — «Таро» Вот такой была музыкальная неделя А какой она была у блогеров и тиктокеров Расскажет Василиса С вами был Владислав До скорой встречи С вами Василиса и ТикТок Ньюс В сети нашли мини-копию инстасамки Тем временем в сети критикуют девочку, которую прозвали мини-самка Из-за схожести с артисткой Дарьей Затеевой Несколько блогеров высказались о феномене незаслуженной популярности Что девочка буквально за две недели набрала 100 тысяч подписчиков из ничего И теперь может на этом зарабатывать Хотя кто-то годами старается и не может достичь аналогичных результатов Сама Вероника мини-самка утверждает, что намеренно не делала на этом акцент Ее начала форсить аудитория Она не считает это своей заслугой, но и не видит ничего плохого Вы видели новую девочку, которая залетела в тикток Стала популярна благодаря тому, что она похожа на инстасамку Я знаю, что когда я начну речь об этой девушке, многие скажут Ты ей завидуешь, поэтому ты о ней говоришь, но нет Меня раздражает этот феномен незаслуженной популярности То есть мы делаем популярной девочку, которая просто внешне родилась Немножечко похожа на инстасамку И ей не нужно стараться пилить контент И не нужно стараться ничего делать Она просто вот такой родилась Мы увидели, вау, она похожа на инстасамку Которая много лет вела в соцсети И там стала популярной Давайте сделаем эту девочку популярной И подарим ей 30 тысяч фолловеру И все, этой девушке больше ничего не надо делать в жизни В медиа, она уже может зарабатывать деньги В общем, долгожданный, я думаю, кружок для всех Да, я видела то, что про меня на YouTube снимают, видео в TikTok Про феномен незаслуженной популярности Что я могу сказать? Во-первых, я людей не заставляла на себя подписываться И я сама даже подумать не могла, что на меня так быстро полетят подписки Нигде у меня не было отсылки на то, что я похожа на инстасамку В TikTok люди сами начали меня так называть И это уже не моя заслуга Среди подписчиков Вали Карнавал появились новые теории Что она сделала себе операцию на грудь В новом ролике заметили надетый на ней специальный медицинский корсет Который обычно носят как раз после таких процедур Возможно, это было что-то по типу подтяжки Или удаления каких-то образований Как у Сабины Хайровой А Кулич тропнула свой новый трек-продюсер Марьяна Локель впервые исполнила свой новый лиричный трек «Медляк» для всех поклонников Как вам такая новинка? И вот о том, что я за китатой И мы танцуем на семья Пошел бы подружить Где ты, мастер, но какая разница? Заир решил позвать Маху из Америки обратно в Москву Недавно девушка сообщила, что переезжает из Америки в другую страну, где будет все начинать заново Маха поделилась, что действительно в Америке дорого жить И нужно минимум 700 тысяч в месяц А она выживала на 100 тысяч и даже иногда не ела В комментариях ей написал продюсер и позвал к нему Он собирается оплатить ей переезд От нее только требуется работать и развиваться Милана Хаметова получила свой первый паспорт Три месяца назад она отметила свое 14-летие Мистер Бист официально стал главным блогером на YouTube Канал Джимми обогнал по количеству подписчиков и индийский Т-сириес Однако у каналов сохраняется огромный разрыв в просмотрах 256 миллиардов у Т-сириес и 50 миллиардов у Мистера Биста Молодой Платон поделился отрывком из нового трека «Жарко» У Василисы Кукаяки открылось кафе в Москве Мы в 7 лет крапиву палкой били Леон Кемсач впервые выступил на сцене с песней, которую исполнял в слове пацана Мия Бойко презентовала свою газировку Crazy Mix На концерте в честь Дня защиты детей в Лужниках Певица презентовала свою линейку газировок под брендом Crazy Mix Узнали у певицы, какой вкус газировки у нее самый любимый А также разузнали о творческих планах Мии Мои лимонады, линейка Crazy Mix, это очень вкусно И, кстати, там очень мало сахара Да? Типа низкокалорийно? Мы, да, мы над этим работали И попробуйте, пожалуйста, попкорн Это мой любимый вкус Карина Кросс поделилась новой песней, где исполнила ее в четырех звездных образах Девушка вдохновилась образами Егора Крида, Инстасанки, Лапши-6 и Глеба ЦБД Шоу-бис меня не любит Шоу-шоу-шоу-бис меня не любит У них пустые лица Я не тусуюсь рядом, чтобы не заразиться Иди за твою фикурку О, скажи спасибо хирургу Уветься не на дырще Душа, подживка, только Шоу-бис меня не любит Шоу-бис меня не любит Купила книгу, но чтобы выложить в рензах Девушка статцать, но подлитив лучше тридцать Дай же скажи, что держав ли помада Или твой принцип Твой мир это выдумка Как эти сказки про принцев Чей пропанит лишь картинка Но инстаграмный мир Он такой пустой, но не доверяй фальшивкам, они не научат нас быть собой. Тебя маленько одинка, но их красивый мир – это просто бред. Пусть за нас поступки скажут, я все еще человек. Даша Дошик показала тикток, на съемку которого она потратила 18 часов. Ролик за два часа после публикации успел набрать больше двух миллионов просмотров и свыше 300 тысяч лайков. Путешествие под дождем. Именно так можно описать новые видео Юлии Гаврилиной. Девушка решила необычно провести время. Она отправилась на велопрогулку, но погоды были свои планы. Юля попала под сильный ливень. Вау, просто на улице, ребята, суперская публикация. Я вообще радую вам. Вау! А вы здесь. Дилара показала сниппет своего нового трека, на который потратила 250 тысяч рублей. Влогерса рассказала, что первоначально она договорилась со сценаристами, рассказала, чего хочет. Но в итоге вышло это. Она решила не возвращать деньги, а оставить все как есть. Дилара попросила не относиться к сниппету серьезно. Она уже сняла нормальный сниппет. На дне рождения Влада А4 выступил его земляк «Тима белорусских». Певец исполнил все свои хиты. Также на праздновании присутствовало много известных личностей. В числе которых семья Джигана и Оксаны Самойловой, Дина Саева с Никитой Ефремовым, из стрима Дима Ермусевич и многие другие. И пускай капает, капает с неба, и до мокрых глазок тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дайдим к тебе, дайдим к тебе. И пускай капает, капает с неба, и до мокрых глазок тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дайдим к тебе, дайдим к тебе. Данила Поперечный и Попоша повторили милый тренд с собакой. Теперь ясно, кого Песель больше любит. На сегодня это все. С вами были Василий Саворобец и Владислав Базанов. Увидимся!